приветствую всех вы смотрите передачу промзона москвы и сейчас о застройке промзоны коровина на севере москвы в район западной дегунина ну частично дмитровский но в данном случае это застройка именно района западной дегунина промзон находится двух районах но в данном случае именно показана застройка проект застройки именно вот в районе западной дегунина на севере москвы ну что ж давайте разбираться я только недавно показывал как началось строительство жилого комплекса бусиновский парк бусиновский парк на ижорской улице и вот собственно вот этот комплекс вот этой ижорской улице сориентироваться до вот этой ижорской улице вот это коровинское шоссе вот собственно говоря и промзона коровина а вот там вот проходит базовская улица то есть но здесь железная дорога ленинградского направления вблизи железнодорожной станции ховрина но она чуть подальше там находится вот ну ховрина но сейчас называется правда грачевская да поэтому получается перегон грачевская ховрина вот так вот недалеко микрорайон бусиного там вот итак смотрим что вот это есть как раз жилой комплекс бусиновский парк то есть пока он только только начинает пока построили только один дом всего вот и еще там начали один стоит там по-моему два дома всего пока строится но это только начало на самом деле как видим жилой комплекс будет очень большим и будет занимать вот это все пространство строить компании пик я уже говорил и об этом комплексе рассказывал и как видим будет состоять из более чем десятка жилых домов но кроме того все-таки предполагается сделать также и детский сад вот и паркинг вот гараж называется туда и еще один детский сад то есть два детских садов желтенькие детские сады вот паркинг еще один паркинг вот это паркинги вот но все равно маловато каждое такое количество домов тоже раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять ночью около 20 домов и вот собственно это вот собственно вот эти серы это бизнес-центра такие вот как общественная застройка до называется ну по сути это многофункциональный центр или бизнес-центр вот значит это вот я уже говорил территория бывшего трубозаготовительного комбината который трубы изготавливал ну и собственно оснастку для труб всякое оборудование для проходки вот на сказать что освоение этой промзоны застройка началась еще в 2013 году 12-13 год когда застроили базу с таким очень сложным названием база как раз называлась росцентр желдор метроснап на базовской улице и сейчас там теперь жилой комплекс находится там вот так называется на базовской вот я вот тоже показывал и по парку вот я там гулял и показывал этот парк тоже на базовской улице вот перед этим между проезжей частью и вот этим жилым комплексом он там прям вот за вот эти дома вот вот они раз там еще 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 вот этого дома по реновации которые строятся вот они тоже их показывал на базовской улице вот это ну вот они там вот эти дома как бы не новые но они не показаны ну видите тут уже будет еще строится еще дома но это уже не по реновации а просто а по реновации это вот там на проезжую часть который выходит вот и вот рядом с ними находится жилой комплекс на базовской улице который был построен в 2013-15 годах ну вот это было начало так сказать наступление на промзону коровина начало ее в жилой застройки ну а теперь вот значит уже идет продолжение скажем так истории и вот теперь вообще уже по сути дела ну не всю промзону конечно но уже значительную часть ее хотят застраивать и вот эта часть трубозадовидного комбината я уже говорил да ну а части вот и вот это которая часть вот эти дома это занимала раньше компании мост энергострой и жорская улица дом 8 владение 8 если более корректно бы говорить да то есть это владение 6 трубозадовидный комбинат а вот это владение 8 мост энергострой то есть это тоже создание ликвидирует все ликвидирует тоже будет продолжаться застройка бусиновской парк но этим все не кончится значит вот эти дома тоже будут застраиваться между вот жилым комплекс на базовской который уже построен и вот этим так сказать строящимся комплекс на месте трубозадовидного комбината ну я не знаю как он будет называться может быть тоже бусиновский парк то есть туда продолжит не только сюда продолжит но еще и туда вглубь вплоть практически до базовской улице там сейчас пока безымянный проезд проходит но может быть там на месте железнодорожных путей потому что там пути были тоже вот всякие пустыри ну такие в общем промышленные всякие склады и так далее короче говоря вот там все это тоже будет застраивать жилыми домами тоже видно что довольно много ну поменьше конечно бусиновский парк вот это но все равно там тоже около десятка жилых домов вот эти вот правда не все жилые дома есть и детские сады тоже предлагается школу даже построить вот здесь вот между жилыми домами то есть все таки что-то какие-то так называемые социальные объекты тоже будут построены не все жилые дома но конечно в основном одни жилые дома вот но это еще тоже не все оказывается еще будут застраивать все таки вот это вот складскую базу северный терминал вот которые тоже подъездные пути шли вот тут через промзону вот этого территории которая находится но она там как бы немножко в глубине да но по сути примыкает близко к базовской улице тоже и коровинском шоссе вплоть вот практически до коровинском шоссе вот эту вот территорию да вот раньше вообще там было изначально ленинградское плодо-овочное объединение плодо-ленинградская плодо-овочная база еще в советское время но потом называлась оптовая база чиполина вот а теперь расходит как бы комплекс северный терминал ну вот его все-таки будут сносить правда давно уже разговоры об этом ходили но все тоже он не останется и опять же построить вот на его месте тоже так сказать будет застраивать но я так понимаю что здесь ну может быть жилые дома но в большей степени офисный комплекс то есть это все-таки скорее такая вот именно такая будет общественно застройка как называем общественно застройка но по сути дела это такие бизнес-центры бизнес-комплексы вот то есть такие офисные здания офисный парк то есть вот эти все дома это вот здесь жила явно застройка вот это скорее не желая но именно офисная такая больше застройка то есть естественно толстовского терминала и там дальше еще склады вот вытянутые вдоль базовской улице еще оставшиеся советских времен там до сих пор еще кое-где бетонный забор но так вот скорее всего там все будут сносить судя по вот этой вот картинке и все будут так сказать застраивать но частично жилыми домами здесь вот да ну а частично все-таки офисными здания многофункциональными центрами ну вот я вижу здесь вроде завод по ремонту кассовых аппаратов вроде бы должен остаться но опять же это не факт может быть и сохранится хотя надежда на это не так много ну вот эти вот все гаражи вот да вот эти все ну это дата центра понятн что их сохранят а вот эти все компании тоже здесь то я думаю что пока вроде не видно чтобы их застраивали ну не не факт что вот это тоже но мы все-таки пока смотрим на эту картинку, да, видим, что уже конкретный план застройки, поэтому здесь пока неизвестно, а вот здесь уже явно видно, что будут строить. Ну, и, кстати, здесь вот находится, тоже неподалеку от, так сказать, складской базы Северный Терминал, находится та же территория компании МОЗ Теплосетин Энергоремонт, и тоже она будет ликвидирована, все здания снесены, и тоже вот все это будет вот этими вот зданиями застроено. Итак, мы видим, что здесь, по сути дела, планируется строительство целого жилого микрорайона, который будет включать в себя около двух десятков жилых зданий, вот, на достаточно большой части промзоны Коровина, вот, с ликвидацией трубозагтовидного комбината, но он же ликвидирован, там на остатки сносят, некоторые других компания, в основном, связанные с энергетикой, вот, а также и, так сказать, ну, а на месте вот складского терминала, вот, так сказать, складской базы, Северный Терминал будет построен, ну, может быть, частично жилые дома, но в основном, преимущественно, офисные здания, офисный комплекс такой будет построен. Так что, вот, таким образом, планируется, вот, продолжить, так сказать, жилищно-офисные, скажем так, ну, преимущественно, жилищное наступление на промзону Коровина, ну, а как все это будет, естественно, происходить конкретно, это уже увидим, и будем сидеть за развитие событий.